Приветствую вас! Меня, как профессионального психолога, в первую очередь сразу заинтересовал то, с какой целью вы задаете этот вопрос. Я так думаю, что вы задаете этот вопрос, потому что у вас не складываются отношения с мужчинами. Я так думаю, что вы задаете этот вопрос, потому что мужчины вас либо бросают, либо используют, либо хотят, ну, собственно, хотят только секса, либо денег, либо чего-то ещё. Вот, и, соответственно, вы пытаетесь понять у мужчин, как же всё-таки мужчина понимает, что он любит для того, чтобы использовать это в своих отношениях. Понимаете, какая штука? Автор, автор, давайте сейчас я вас найду, Лика Нав, Лика Нав. Понимаете, какая штука? Дело в том, что с точки зрения психологии гораздо эффективнее было бы, если бы вы озвучивали бы именно свою проблему, а не такие вот вопросы задавали. Потому что, ладно бы вы были мужчиной, хотя я, конечно, не знаю, может быть, вы мужчина, вот, но, судя по нику и по аватарке, вроде бы женщина. Вроде бы женщина. Поэтому я буду исходить из того, что вы женщина. Если бы вы были мужчиной, ваш вопрос, можно было бы понять с той вот точки зрения, значит, что, типа, ну, вот, никогда не любили, хотите их, значит, полюбить, да? Или хотите знать, что такое любовь. Это понятно, если вот с такой точки зрения смотреть. Но вы-то, если предположить, что вы женщина, вы пытаетесь понять мужчину, а не себя. То есть вы ориентируетесь здесь на человека, другого человека, а не на себя. А это уже путь к потере себя, к растворению другого. То есть достаточно негативная тенденция. Поэтому первая рекомендация вам будет такая. Обозначьте именно свою проблему. Вот в сообщении, которое вы опубликовали в 17.39 по московскому времени, вы пишете, что если девушке, значит, 19 лет, она девственница, сколько нормальных мужчинок могут подождать? Я так полагаю, что вы, ну, в общем, отсюда вытекает сразу масса фактов о вас. Вот, все я говорить не буду, но кроме того, что я уже сказал, что нужно обозначить свою проблему, я не знаю, какая у вас проблема, гадать не собираются. Смотрите, давайте по порядку, да, по порядку. Я отвечу вам на вопросы, которые вы задаете. Первый вопрос. Как мужчина понимает, что он любит? На самом деле, дело здесь не в мужчине, любят все одинаково. То есть в том смысле, что человеческая любовь, она не подразделяется на мужскую и женскую. Вот. Оттенок, оттенок у мужской и женской любви, конечно же, свой, но оттенок есть и у любого человека, потому что каждый человек любит по-своему, но любовь, она у всех людей одинаковая, потому что человеческая. И человеческая любовь друг к другу означает заинтересованность человека в том, чтобы другой, тот, кого он любит, был счастлив, чтобы он развивался, чтобы он делал то, что ему нравится, и все. Это и есть любовь. Безусловное принятие того, кого ты любишь, является также важным фактором любви. Я бы сказал, что без этого фактора, как бы, любовь невозможна. Дальше. Сколько времени любовь может быть без секса? Зависит это от того, какие чувства между людьми. И зависит это от того, как много общего между людьми. И зависит это от того, насколько люди в отношениях воспринимают друг друга как личностей. Личности могут обходиться без секса, в принципе, ну, столько, сколько нужно. То есть физиологически, физиологически никаких противопоказаний к тому, чтобы, ну, не заниматься сексом, нет. Но, во-первых, поскольку секс полезен, во-вторых, сексуальное желание в зависимости от индивидуальных особенностей может влиять на поведение людей, то есть на поведение, на мышление и так далее. Прибавьте к этому определенную установку человека, определенную точку зрения человека на секс. И выяснится, что, ну, мужчина готов ждать и отношения без секса возможны ровно настолько, насколько это допустимо для каждого человека, ибо у каждого человека есть свое представление о том, какое место секс должен заниматься в отношениях. Ну, естественно, это представление было бы неплохо, ну, как бы, обсудить вместе с партнером. Вот. Если любовь, если есть любовь сильная, то есть это не просто влечение, а это хотя бы даже эротизм, то есть когда возбуждают именно в черты характера, я уж не говорю о настоящей любви, когда интересует душа и так далее, то это достаточно долго, если при этом человек находится в контакте с другим. То есть, к примеру, если вы являетесь девушкой, у которой никогда не было секса, и вы говорите своему мужчине, что вот так и так, у меня никогда не было секса, я хочу, как бы, к этому прийти, я хочу до этого дойти, пойми меня, пожалуйста. И если мужчина понимает, если вы можете адекватно донести до него, как бы, свои мысли, свои мотивы, если при этом вы, допустим, прислушиваетесь к нему, да, если вы высказываете понимание его переживаний, понимание его желаний, понимание его чувств, если при этом все это происходит, то мужчина может ждать, на самом деле, очень долго. Другое дело, что сам ваш вопрос о том, что может мужчина ждать или не может, уже говорит о том, что вы в себе сомневаетесь. Как сомневаетесь и в том, что необходимо отказываться от секса. То есть, у вас вот этот момент, он тоже, мне кажется, вызывает неуверенность, в принципе. Вот. Поэтому здесь момент именно такой. Если есть связь с человеком, если есть контакт с человеком, то, соответственно, отношения могут быть сколько угодно, без секса. Но, здесь обязательно следует учитывать темперамент человека. И если темперамент у мужчины, например, высокий, то потребность секса у него ярко выражена. И, соответственно, он будет испытывать, ну, очень серьезный дискомфорт от сексуальной неудовлетворенности. В таком случае необходимо найти такой способ удовлетворения его сексуальной потребности, чтобы это не мешало вам идти по тому пути своего сексуального развития, который вы выбрали для себя. Но и чтобы мужчине не доставляло дискомфорта. Потому что, опять же, это противоречит любви теперь уже вашей, если она у вас есть. Понимаете, любовь и секс это, как сказать, это как общее и честно. Но, как частное не может быть без общего, так и общее не может быть без частного. Поэтому, понимаете, здесь все очень индивидуально. Здесь все очень индивидуально и зависит здесь исключительно от особенностей человека. Я часто встречал такие пары, когда девушка либо девственница, либо просто ей вот, ну, в силу ряда причин не нужен секс так сильно, как, например, нужен мужчине. Вот. И в этом случае, в этом смысле, как бы люди находят свой какой-то вот уникальный индивидуальный выход. То есть это, например, нетрадиционные виды секса, это, например, мастурбанство, это, может быть, что-то еще. То есть, опять же, все здесь зависит от широты, на самом деле, ваших взглядов, которые есть именно у вас. Если у вас широкие взгляды, то все решается вполне себе безболезненно. Если взгляды у вас не широкие, ну что ж, в таком случае могут быть проблемы. Здесь стоит только уповать на то, что мужчина такой понимающий, что его чувство к вам достаточно серьезно. Потому что только сильная любовь, только настоящая любовь, то есть я имею ввиду любовь духовная, да, вот, способна откладывать удовлетворение сексуального желания. Вот. То есть, если вы хотите, ну, если вы не хотите заниматься просто традиционным сексом, если вы не можете для себя позволить удовлетворить мужчину сексуально по-другому, то в таком случае, чтобы за границами отношения нужно, а, быть с ним предельно искренним, б, иметь с ним хороший психологический контакт, то есть вы достаточно много общего, чтобы любая мысль, допустим, о измене вам, если вы находитесь в отношениях, блокировалась личностным весом вас, ну, вашим личностным весом. Вот. Примерно такая вот история. Примерно так я бы мог вам ответить. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Я желаю вам всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова